Мошенники под видом сотрудников службы безопасности банка попросили Саровчанку скачать приложение из мобильного интернет-каталога. Доверчивая женщина выполнила все инструкции. Впоследствии выяснилось, что она установила программу для удаленного доступа к мобильному телефону. И злоумышленники воспользовались этим в корыстных целях. Из помощи удаленного доступа мошенники перевели почти что все денежные средства, которые были на карте, на свой счет. Вот. Возбуждено уголовное дело в статье о мошенничестве. После общения с мошенниками Саровчанка лишилась 9 тысяч рублей. Другая жительница нашего города отдала преступникам 370 тысяч. Схемы у злоумышленников стандартные. Одна из таких махинаций с объявлениями в интернете. 125 тысяч списали с карты Саровчанина, который решил продать свой садовый участок. Покупатели нашлись. Позвонили, попросили подключить, проделать некие манипуляции. И мужчина сразу не понял, что это. Оказывается, он подключил свою карту к мобильному банку, привязав ее к чужому номеру телефона. Что же касается краж, то на прошлой неделе из нескольких автомобилей отечественных марок пропали аккумуляторы. Во всех случаях транспорт не был оснащен системой сигнализации. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.